Медициной интересуются поголовно все. Сначала это любопытство, связанное со строением человека, потом это физиология, гормоны и рождение детей, а потом, увы, болезни. Так с каждым прожитым годом человек не только пополняет ассортимент своей домашней аптечки, параллельно он стремится стать многопрофильным специалистом, как в области своего личного здоровья, так и в медицине в целом. Не является ли это ошибкой? Наша программа готова ответить на любые, даже самые сложные вопросы. Вы знаете, что основной причиной смертности являются сердечно-сосудистые заболевания, многие из которых являются следствием артериальной гипертензии. К сожалению, немногие люди придают значение повышению артериального давления, пока это не начинает серьёзно их беспокоить. О том, как у себя выявить первые симптомы артериальной гипертензии, как бороться правильно с этой болезнью, чтобы не развились такие серьёзные осложнения, как инсульт, инфаркт, нарушение памяти, мы сегодня и поговорим. Итак, для начала о терминах. Артериальная гипертензия – это, в принципе, наличие высокого давления, то есть состояние, при котором изменяемое артериальное давление превышает 140 на 100 единиц. Это должны быть средние показатели как минимум трёх измерений, производимых в различное время на фоне спокойной обстановки. Естественно, что при этом нельзя принимать лекарств, как повышающих, так и понижающих давление. Если удаётся выявить причины артериальной гипертензии, а их может быть достаточно много, то её считают симптоматической или вторичной. При отсутствии явной причины стойкая артериальная гипертензия считается первичной, и ей присваивается статус гипертонической болезни. Как правило, это возрастное заболевание. На сегодняшний день артериальная гипертензия страдает от 20 до 30% взрослого населения. Интересно, что до 50-летнего возраста заболевание чаще наблюдается у мужчин, после 50 – у женщин. Итак, сейчас самое время представить гостей нашей сегодняшней программы. Давайте знакомиться. Сегодня в гостях у тела человека врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренней болезни номер 3 Гомельского государственного медицинского университета Дмитрий Павлович Соливонч. И главный специалист по валиологии, управление здравоохранения Гомельского облсполкома Ирина Александровна Атарик. А также традиционно сегодня у нас в студии двое студентов Гомельского государственного медицинского университета, которые будут нам сегодня помогать. Это Мария Крот и Юрий Пирожник. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, давайте мы с вас и начнем. Мне хотелось бы задать вам первый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему изначально давление измеряли в миллиметрах ртутного столба? Вы можете воспользоваться планшетами. Пока вы будете готовить свой ответ, мы продолжим наш разговор. Дмитрий Павлович, скажите, пожалуйста, вот традиционно считается, что гипертония – это болезнь возрастных людей. Но, как показывает статистика, все более молодые люди болеют этим заболеванием. Так ли это на практике и почему? Действительно, это очень серьезное заболевание, которое практически распространено повсеместно. Больше, конечно, мы похожи на Российскую Федерацию. Последнее исследование СТЭПС, которое провела Всемирная организация здравоохранения, в том числе и в Белоруссии, показало, что среди 5000 белорусов у 44,9% была артериальная гипертензия в возрасте с 18 до 69 лет. Поэтому сегодня мы, конечно, понимаем, что чем старше, тем процент еще больше. Есть такое правило, к 75 годам 75% населения имеет артериальную гипертензию. Но в том числе молодежь болеет, и, к сожалению, это заболевание тоже помолодело. Еще 15-20 лет назад нашим студентам мы говорили, что 25-30% населения страдает артериальной гипертензией. Сегодня эта цифра поменялась. Немного найдется людей в возрасте 30-40 лет, которые бы измеряли себе, постоянно контролировали артериальное давление. Так какие же симптомы говорят о том, что это действительно артериальная гипертензия и стоит обратиться к врачу? Это очень хороший вопрос. И здесь надо, чтобы нас услышали действительно люди, которые интересуются этой проблемой. Когда в семье есть больной человек, есть этонометр. И чаще всего дети видят это у своих родителей, обучаются, как померить правильное давление непосредственно своей семье. Но узнать, есть ли гипертензия, наше здравоохранение позволяет во время проведения либо акций, либо люди, работающие на производствах, должны проходить диспансеризацию. И раз в несколько лет обязательно каждый человек должен померить давление. Ему должен померить давление специалист. Поэтому самая главная вещь – это, конечно, случайное обнаружение артериальной гипертензии, если говорить про молодой возраст. Если говорить о том, действительно ли гипертензия болит или не болит, это вторая проблема. Только приблизительно у 30% повышенное давление человек его чувствует. Оно болит. Болит голова, он чувствует плохо, есть головокружение. У 70% не болит. И вот эти 70% людей и есть наша проблема. Мы хотим через средства массовой информации, мы хотим на наших осмотрах, в том числе акциях республиканских, посвященных здоровью, когда мы хотим померить давление каждому, кто может подойти к нашему столу от медуниверситета, в той точке, где мы находимся. Потому что артериальная гипертензия, она достаточно часто выявляется. И люди об этом просто не знают. Поэтому скрининг и еще раз первичная профилактика – это главная мера по выявлению этой болезни. Первичную гипертонию может вызывать ряд факторов. Давайте их озвучим для наших телезрителей. Это тоже очень хороший вопрос. Гипертензия бывает, артериальная гипертензия, так она звучит в нашей стране, она бывает первичной, когда мы не можем найти причины болезни, которые ее вызвали. И вторичной, симптоматической, в которой есть заболевание другое. Одним из симптомов которого является повышенное кровяное давление или симптоматическая артериальная гипертензия. Есть ряд факторов. И здесь наука очень здорово помогает практике, которые предшествуют тому, чтобы эта артериальная гипертензия имела место быть у человека. Чаще всего это мужской пол, это возраст. Здесь есть определенные рамки. То есть, если возраст у мужчин больше 55 лет, у женщин 65 лет, то гипертензия уже может быть. Сама по себе просто исходя из одного фактора возраста. Это измененный уровень холестерина, патологический уровень холестерина в крови, когда человек этого не чувствует, но внутри его сосудов зреет неблагоприятная ситуация, когда абсолютно без жалоб возникает сужение просвета артерий, а по законам физики, чем меньше просвет, тем выше скорость. Поэтому артериальная гипертензия опять имеет место быть, плюс повышенный уровень глюкозы и, конечно, малая физическая активность и генетическая предрасположенность. Даже один из клинических случаев, очень короткий, я, наверное, позволю себе рассказать, когда, принимая в профессорском центре, я услышал плач взрослого мужчины за дверями. Конечно, сразу же открыл дверь, 40-летний мужчина стоял, горько плакал, и первые слова его, которые были у меня на этой неделе, от артериальной гипертензии умерли и отец, и через два дня мать. И у меня давление 220 на 130, я, наверное, должен умереть. Мы хорошо поработали, он живой, и все делает на сегодняшний день, чтобы избежать этой болезни и осложнений, но генетическая предрасположенность у него действительно очень серьезная, она будет главным фактором в данном случае. Поэтому совокупность, чем больше мы набираем факторов, тем вероятнее, что болезнь уже существует. Ну и последний момент, у нас есть еще и органы мишени, у нас частый вопрос, который задают пациенты, а можно как-то узнать, что давление уже давно в системе. Действительно, если оно есть в системе, есть органы мишени. Чаще всего это сердце, это почки и, опять же, тросклеротические бляшки в сосудах, которые лучше всего мы можем увидеть внутри просвета сонной артерии. Дмитрий Павлович, ну мы уже начали частично говорить о симптоматических вторичных гипертензиях. Скажите, пожалуйста, какие заболевания все-таки приводят к артериальной гипертонии? Достаточно большое количество заболеваний. У нас невозможно лечить одну болезнь. Мы едины, и поэтому большое количество заболеваний сопровождается данной патологией. И симптоматические гипертензии на первом месте – это патология почек. И очень много поменялось за последние 20 лет. Если раньше мы говорили, что есть первичная патология почек в виде воспалительных либо заболеваний, таких как пилонефрит, или после ангин, когда возникали иммунные осложнения, гломеролонефриты, то на сегодняшний день как раз-таки вторичные изменения, связанные в почках, при сахарном диабете, при, опять же, нарушениях обмена холестерина, и вторично, когда есть гипертензия, тоже почка повреждается. Поэтому первая из симптоматических патологий почек, причем она двоякая. Либо это сосуды, которые ведут почкам, и люди более старшего возраста. Либо это патология самой почки, и их тоже много таких заболеваний. На втором месте – эндокринные заболевания. Здесь в разряд наиболее интересных есть сахарный диабет, есть повреждения, поражения щитовидной железы. Дальше, если поражение надпочечников, дальше, если говорить, это непосредственно патология сосудов, очень редкое заболевание, которое мы можем увидеть, когда аорта, к примеру, имеет нормальное начало, а потом как будто ее кто-то отшнуровывает, так называемая корректация аорты. Вы в фильмах такие вещи можете видеть, когда сверху вроде бы мужчина, чаще мужчин показывают, он нормально развит, а снизу он в инвалидном кресле. И он родился с такой патологией, мы ее рано видим. Это онкология, она тоже приводит к этим заболеваниям. Заболевания, которые связаны с приемом лекарственных препаратов, прием наиболее популярных у населения инстероидных противовоспалительных средств, чтобы не болела спина, другие вещи, ушибы, они приносят достаточно большой вред и приводят к лекарственной артериальной гипертензии, и очень губительно влияют еще на почки. И, кроме того, даже, казалось бы, банальные капли в нос, но которые пациент будет капать неделями, месяцами, они тоже могут влиять на артериальную гипертензию. И перечень причин, по которым может повышаться давление, он еще более велик. Поэтому она настолько сложна в диагностике. Я думаю, что у наших ребят было достаточно времени для того, чтобы ответить на поставленный вопрос о том, почему изначально измеряли артериальное давление в миллиметрах ртутного столба. И сейчас мы именно этими единицами пользуемся. Мария, какой ваш ответ? Долгое время прибор для измерения артериального давления представлял собой шкалу с ртутным столбом, высота которого менялась в зависимости от силы артериального давления. И измерялась в миллиметрах ртутного столба. Хорошо, Юра, что вы скажете? Так, но в настоящее время артериальные тонометры, они не используются. Но они, скорее всего, являются более экспонатами в музеях, уступив место более современным и безопасным аппаратам. Так, ну а единица измерения осталась в честь изобретателя первого артериального тонометра, итальянца Шпиония Реворочи. Я думаю, что мы примем ответ наших ребят. Еще есть такой факт, что один из хирургов, Фавр, в 1856 году, когда делал операцию, подсоединил манометр к артерии и увидел показатель 120, а так как манометр был ртутный, то и получили миллиметры ртутного столба. Ну что ж, я думаю, что мы принимаем их ответ и продолжим нашу беседу. Ирина Александровна, к вам, как специалисту-волеологу, приходят, наверное, тоже часто пациенты с артериальной гипертензией, и вы рекомендуете им изменить образ жизни, то есть вести здоровый образ жизни. Прежде всего, это правильное питание, снижение веса, отказ от курения, алкоголя, свежий воздух, сон и так далее. Скажите, пожалуйста, можно ли вот этими всеми рекомендациями действительно привести к норме артериальное давление, если человек будет их выполнять? И были ли у вас такие случаи? Сколько понадобилось времени, когда человек ведет здоровый образ жизни, чтобы нормализовать у него давление? Безусловно, конечно же, и мы встречаемся с такими пациентами, и приходят к нам, и мы на акциях, которые по профилактике болезни органов системы кровообращения, которые периодически проводим на территории города Гомель, Гомельской области у нас с периодичностью они проводятся, мы видим. Но я хочу рассказать, наверное, наиболее такой яркий пример своей коллеге, которая в 53 года стала бабушкой, и которая поняла, что с артериальной гипертензией она немножко замучилась, имея вес лишний, имея вредные привычки. Мы всем коллективам решили помочь, и это, будем сказать, творческая работа была. Сейчас вот практически полгода уже прошло с момента того, как мы начали вместе работать, и снизился вес, и цифры артериального давления снизились тоже. То есть на это пока работа продолжается, но уже прошло полгода, и с цифр, причем рабочее такое давление, которое она называла у себя, было 180, сейчас эти цифры около 135. Немножко, ну, конечно же, есть и гипотензивная терапия, принимает человек препараты лекарственные, но вот цифры уже гораздо ниже. То есть это обязательная рекомендация как дополнение к основному лечению? Безусловно. У человека с артериальной гипертензией. Ну, мне хотелось бы задать второй вопрос нашим ребятам. Всем врачам и многим пациентам известно такое понятие, как гипертензия белого халата. Что же это значит на практике? Вы готовьте свой ответ, а мы продолжим дальше наш разговор. Ирина Александровна, еще такой вопрос мне к вам. Известно, что гипертония бывает различных степеней тяжести. Какие физические нагрузки можно применять людям с различной степенью гипертензии? Конечно же, здесь зависит от возраста пациента, зависит от степени его тренированности, от стадии заболеваний, безусловно, от мозгового и коронарного кровообращения. Такие виды спорта, как футбол, баскетбол, вызывают выброс адреналина и, соответственно, повышается давление при этом. Поэтому такие виды спорта, как ходьба, плавание, более рекомендованы при артериальной гипертензии. Спасибо. Ну, ребята, теперь мы узнаем у вас, что такое гипертензия белого халата. Гипертензия белого халата – это понятие, которое характеризуется повышением артериального давления в момент его измерения. И, как правило, это возникает в присутствии врача или медицинского работника. Для данного состояния характерен подъем систолического давления на 20-40 мм рт. столба. При этом диастолическое давление находится в пределах нормы. Снижение артериального давления происходит, когда пациент покидает лечебное учреждение, либо же, когда приходит домой. При суточном мониторинге артериальное давление у него остается в пределах нормы. Дмитрий Павлович, часто ли такое встречается? Я хочу сказать, что это вопрос, наверное, прошлого десятилетия, который очень активно обсуждался на всех международных форумах. И после того, когда активно мы получили возможность измерять давление в течение суток, появилась новая рекомендация. Сегодня для того, чтобы понять, как помочь этому пациенту и как часто это встречается, мы даем домашнее задание нашим пациентам. Они пишут давление дома, причем используя приборы современного уровня, которые обладают высокой точностью. И таких пациентов, по данным разных исследователей, есть до 15%. Это достаточно много. Считается, что у них несколько повышенный риск сердечно-сосудистых осложнений. Но еще раз хочу вернуться к вот этому самому контролю. Сегодня у нас появилась уникальная вещь. Это полезно знать студентам, полезно знать тех, кто нас будет слушать. То, что домашнее задание в виде контроля давления позволяет человеку понять, что это не случайность. У него давление либо присутствует, если присутствует, он должен лечиться пожизненно в большинстве случаев. Вот это слово «пожизненно» ставит большую рамку между доктором и пациентом. Многие не готовы, и даже доктора, многие, которые имеют высокий уровень гипертензии, не готовы принимать лекарства пожизненно. Между тем, это очень важная составляющая, потому что по законам физики есть давление, есть инсульт. Есть вопрос только когда. Ирина Александровна, тоже очень важный вопрос. Это влияние какие-то внешние на состояние здоровья. И прежде всего, наверное, для людей с артериальной гипертензией перепады атмосферного давления. Мы знаем о том, что, да, так называемые сейсмочувствительные люди. Для нас это вообще стало очень актуально в связи с тем, что у нас в апреле тают последние сугробы, и тут же начинается лето, жара. И вот как в этой ситуации быть людям, как им защитить себя, особенно с артериальной гипертензией? Безусловно, атмосферное давление сказывается в самочувствии пациентов, которые страдают артериальной гипертензией, тех, у кого уже в диагнозе стоит и чувствуют они это. Безусловно, для того, чтобы избежать атмосферного давления, нужно систематически принимать, как говорил уже Дмитрий Павлович, это гипотензивная терапия, препараты, которые снижают давление, как можно меньше стараться употреблять в пищу, вообще или исключить жирную пищу, продукты, содержащие в большом количестве кофеин, стараться не перегружаться и, безусловно, немножко снизить уровень стресса. Но еще один достаточно актуальный вопрос. Сейчас начинается лето, пора дач, садов, огородов. И пенсионеры устремляются туда, в том числе и многие из них имеют артериальную гипертензию. Хорошо, если это панамка и тенек, но в основном это жара, большие гектары огородов, где работают вот эти люди. Скажите, пожалуйста, как им обезопасить себя, на какие симптомы основные обратить внимание? Избегать нужно прямых солнечных лучей, то есть в открытом воздухе, когда идут те часы работы, когда солнце высоко и очень жарко. Нужно стараться избегать нахождения на открытом солнце. Безусловно, это лучше начинать с работы в утреннее время и продолжать уже после того, как солнце немножко зайдет за горизонт. Кто-то из древних сказал, мы то, что мы едим. Это верно лишь для молодых и здоровых, когда еда – это просто лишь что любит человек, его приоритеты. Но для пациентов с артериальной гипертензией – это действительно вопрос жизни и смерти. Давайте посмотрим сюжет о том, что говорят специалисты по поводу продуктов питания. В последние десятилетия всё чаще и чаще гипертония стала появляться у людей на фоне повышенного веса. Врачи почти всерьёз говорят, что каждый лишний килограмм повышает давление на 1 мм ртутного столба. Условно, потеря 30 кг лишнего веса позволит снизить давление со 160 до уровня абсолютной нормы. Теперь осталось самое трудное – потерять эти лишние 30 кг. Для этого рецепт известен – отказ от жирного и мучного питаться 5 раз в день маленькими порциями, много пить, только не сладкое, газированное или алкоголь, и побольше двигаться. Что же кроме этого рекомендуют врачи гипертоникам? Первое. Уменьшить потребление соли. Именно из-за неё удерживается вода в организме. Как следствие, увеличивается объём циркулирующей крови и давление. Откажитесь от крепкого чёрного и зелёного чая, кофе и, главное, алкоголя. Все эти продукты вызывают спазм кровеносных сосудов и увеличивают нагрузку на сердце. Про курение также стоит забыть. Никотин сужает сосуды, а значит, поднимает давление. Включите в рацион крупы, капусту, курагу, морковь и свёклу. Хорошая новость – эти продукты не полнят. И ни в коем случае не голодайте. Посты и строгие диеты с резким ограничением каких-либо групп продуктов при гипертонии противопоказаны. Сейчас мы обязательно прокомментируем то, что мы только что увидели. Но мне хочется задать ребятам наш третий, последний вопрос. И он более серьёзный, этот вопрос. Скажите, пожалуйста, ребята, что делать человеку, если у него гипертонический криз? Вы пока готовите свой ответ, а мы продолжим нашу беседу. Давайте коротко прокомментируем то, что мы увидели в сюжете. Негативное влияние соли, алкоголя, курения, жирных продуктов на состояние сердечно-сосудистой системы. Питание человека, его повседневная деятельность и артериальная гипертензия – это очень взаимосвязанные элементы. Для того, чтобы нас правильно услышали не только студенты, а вообще люди, которые находятся по ту сторону экрана, нужно понять одну простую вещь. Если вы старше, станьте сами пациентом, оставьте себя на место пациента. Пациенту нельзя запретить есть. Он будет двигаться так, как двигались родители. Он будет выполнять нагрузку физическую ту, как ему удобно. И на сегодняшний день нужно понимать, что невозможно человеку удержать то здоровье, которое дано при рождении, если не знать особенности развития многих заболеваний. Поэтому нам нужно пользоваться тем, что дает наука. Самый главный, наверное, прогресс в плане удлинения жизни человека принадлежит скандинавам. Если в 80-х годах смертность у них была такая, как и в бывшем Советском Союзе, то за 25 лет, изменив питание, то есть они разделили все на продукты, которые увеличивают гипертензию. Это, к примеру, соль, это жирная пища. И увеличили движение, и причем сделали дешевле на уровне государства стоимость продуктов полезных и дороже, которые наносят вред. Эта страна по Северной Карелии, у них есть тоже Карелия, я сейчас говорю про Финляндию, снизила смертность за 25 лет на 63%. И за 25 лет прошло три программы «Здоровое сердце». То есть все семьи знают, что такое вред и польза питания, и какие продукты полезны, какие не полезны, и польза движения, и окружающая среда, какая она должна быть, чтобы жить дольше. А в целом по стране смертность снизилась на 45%. И они приблизились к продолжительности жизни, уступая только на один год японцам, у которых 90 лет средняя продолжительная жизнь. И уж коль я заговорил еще про Японию, буквально несколько дней назад мы встречались с японскими коллегами на нашем форуме кардиологов в городе Минске. У них смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 23%, у нас 54%. Называется «Почувствуйте разницу». Потому что превенция, в которой в стране каждый житель знает, от чего он болеет и как этого избежать, это самое главное оружие. Это сильнее любой таблетки, которую мы можем назначить пациенту. Поэтому сила наша должна быть прежде всего через обучение. Каждая семья, а в семье родители должны научить детей жить правильно, как избежать болезней. Пока этого не произойдет, таблетками спасти ситуацию крайне тяжело. Хотелось бы мне перейти к тому вопросу, который задавали мы ребятам. А что же делать пациенту, пока приедет скорая помощь? Какую помощь сам человек может себе оказать или что он должен сделать до приезда скорой помощи? Мария, пожалуйста. Прежде всего, необходимо обеспечить пациенту, если рядом с ним кто-то находится, покой. Успокоить его, чтобы не спровоцировать приступ панической атаки, который может еще больше спровоцировать повышение артериального давления. Далее необходимо обеспечить поток свежего воздуха в помещении, где находится пациент. И облегчить состояние пациента можно посредством термовоздействия, приложив либо холод к вискам, либо же горящую грелку к стопам пациента. Юрий. У пациентов уже выставлен диагноз артериальной гипертензии. И поэтому они получают антигипертензивную терапию. Ну и поэтому у них препараты будут под рукой, и можно использовать каптаприл для оккупирования криза. Главное вовремя это сделать. Миркий Павлович, все ли правильно ответили наши ребята, и давайте мы вообще дадим оценку нашим будущим специалистам. Я хочу сказать, что, наверное, даже находясь в студии, будет не лишним их научить еще чему-то. Пациент, который имеет артериальную гипертензию, в итоге их можно разделить на два вида пациентов, которые все-таки получат осложнения, в том числе инсульт, и которых мы начнем лечение и достаточно успешно. Я хочу сказать, что все пункты, о которых говорила Мария, нужно делать одновременно, но самый главный пункт к тому, что вы назвали, у нас не будет времени искать грелку, у нас чаще всего нет времени успокаивать пациентов. Это все доктор со стажем, он делает одновременно. Самое главное – вызвать скорую помощь. И хочу рассказать, почему. У нас с 18 января этого года заработала дорожная карта в Белоруссии по лечению пациентов с инсультами. И самая главная помощь – доставить пациента как можно быстрее в центр, в котором можно сделать МРТ или БКТ головного мозга и увидеть инсульт, и сделать правильную терапию. Это тромболизис – специальный препарат, который в стационаре может растворить тромб, и из-за которого чаще всего бывают инсульты. Хотя мы говорим об артериальной гипертензии, очень часто причиной инсульта является атеротромбоз. И есть центры, которые могут механическим путем войти в сосуды головного мозга достаточно крупно и экстрагировать тромб, то есть восстановить просвет сосуда. Поэтому идея какая? Если пациент, у которого есть инсульт, мы давление снижать должны очень незначительно, потому что перфузионное высокое давление уменьшает, как это ни странно, зону инсульта. А вот если мы его снизим, то мы можем вызвать большой инсульт. У пациентов, у которых высокое давление, но осложнений нет, все равно наоборот. Мы снижаем давление достаточно уверенно в первый час на 25-30 и больше процентов. То же самое, вызываем скорую помощь и действительно сесть под рукой, используем препараты. Как узнать, есть или нет инсультов? Если нет сознания, чаще всего это уже проблемный пациент с кризом. Самый простой миритель – это сознание. Второе – попросить пациента сказать, если у него есть сознание, открыть рот, попросить поднять руки. И вы тут же увидите признаки инсульта. То есть перекосилось лицо, язык куда-то в сторону ушел, руку поднять на одной стороне не может. И вы всех их делите на две части и как можно быстрее доставляете в стационар. Сегодня есть всего лишь 4,5-6 часов, чтобы успеть от начала болезни этого человека спасти. И может даже и инсульта не будет. Крайне редко, либо очень маленький. Но мы забываем про это и теряем время на какие-то вот вещи, которые это время у пациента уходит. Это время пациента. И поэтому я прошу запомнить во всяком случае тех, кто находится в студии, что в первую очередь мы должны думать о времени и его укоротить. Ну что ж, ребята, прекрасный урок от профессора. Я благодарю вас за встречу сегодняшнюю и желаю всем здоровья. Спасибо. Спасибо. Древнеримский поэт Убли Авидий говорил, если болезнь не захвачена вначале, то запоздалые средства бесполезны. Будьте внимательны к своему здоровью, берегите его. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова